Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о том, на какой стадии находится подготовка компании-разработчика технологии струнного транспорта Юницкого к серийному производству. Что является одной из важнейших задач, стоящих перед коллективом закрытого акционерного общества струнной технологии, накануне этапа осуществления адресных проектов, в первую очередь в Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь обо всем этом подробнее. Как вы уже знаете из нашего предыдущего выпуска, в первом производственном корпусе была произведена перекомпоновка площадей. Участок вакуумного литья, токарно-фрезерная группа, а также два станка с числовым программным управлением перемещены на новое место. Слесарно-сварочный участок расширяется и дополняется современной системой вытяжной вентиляции. В ближайшее время здесь ожидается поставка современнейшего оборудования, способного обеспечить высочайшее качество продукции, необходимое для функционирования инновационных транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay. Об этом мы побеседовали с начальником первого производственного цеха закрытого акционерного общества струнной технологии Александром Ивашко. Мы подготавливаемся к мелкому серийному производству и на высвобочной площади осваиваем территорию, подготавливаем коммуникации для приемки и установки нового оборудования. Это первый этап освоения территории. Это была транспортировка оборудования со старого местоположения на новое. В данной части цеха мы будем осваивать станочной группой с ЧПУ. Подготавливаемся к приемке нового оборудования, которое в ближайшее время будет в виде двух единиц. И в новом году это еще две единицы дорогой техники. Это высокоточный обрабатывающий центр с ЧПУ фирмы АКУМ и японского производителя. Данное оборудование практически автоматически работает. Нужен только один человек для контроля процесса. Мы сейчас находимся на одном и самом запыленном участке нашего производства, сессарно-сварочном. И аналогично ведем подготовку к мелкосерийному производству. Здесь организованы посты сборочные, локализованные в этом периметре. И также мы обеспечиваем систему вентиляции для очистки воздуха, что очень немаловажно для организации труда сотрудников. Наша перепланировка производства в данном производственном цехе номер один подразумевает разделение станочной группы от запыленного участка сессарно-сварочного. Соответственно, там мы добиваемся повышения качества продукции за счет хорошего воздуха. А здесь создаем правильные условия с точки зрения охраны труда для персонала. Мы захватили территорию площади для установки нового обрабатывающего центра фирмы Вивер АнТС. Планируется ближайшая поставка буквально в этом месяце. И что это за обрабатывающий центр? Это универсальный обрабатывающий центр, который обрабатывает такие материалы, как дерево, ПВХ, полистиролы. Он необходим нам для изготовления оснастки и приспособлений для формовки деталей корпусной. Речь идет о подвижном составе Skyway. Абсолютно верно. Расскажите, а какие ближайшие этапы вашей работы? Ближайшие этапы подразумевают принятие нового оборудования, подключение, проведение пусконаладочных работ, проверка выпускаемой продукции и выпуск первой качественных изделий запланирован на конец февраля, начало марта. Сегодня мы заинтересованы в инженерах-технологах по написанию программ к станкам ЧПУ, а также в наладчиках станков и манипуляторов ЧПУ. А как зарплата, как там соцпакет? Все это обеспечивается? Конечно, обеспечивается. Зарплата у нас достойная, выше среднего заработка по республике. Зарплата не в конвертах, я надеюсь? Нет, все официально. Весь соцпакет, естественно, присутствует. Ребята, приходите в Skyway, работайте. Будем рады посотрудничать. Коллеги, я жду вас. Ждет новых высококвалифицированных сотрудников и недавно введенный в эксплуатацию второй производственный цех, на площади которого были перемещены сборочные и электромонтажные участки. О том, чем сейчас заняты на новом месте сотрудники, мы расспросили его начальника Павла Скровута. Сюда переместилось со старого производства сборочный участок и участок по электромонтажу. Для чего было необходимо это сделать? Необходимость заключалась в том, что некоторые технологические вопросы, технологии выполнения каких-то операций требовало особой, скажем так, чистоты и аккуратности, которые мы не до конца могли там обеспечить, в связи с тем, что рядом находился сварочный и заготовительный участок. Для повышения качества нашей продукции вот мы сюда переместились и сейчас здесь обживаемся, приобретаем новое оборудование. А что за новое оборудование? В частности, на сборочный участок приобретается два станка, шлифовальный станок и ленточно-отрезной станок. Для электромонтажного участка приобретается свое специфическое оборудование, слесарный инструмент, который нам необходим, какие-то еще специфические, где-то какие-то инструменты и оборудование мы разрабатываем, помогают нам наши конструктора. В частности, вот стенд для испытаний компрессоров систем микроклимата, который позволит определять все параметры компрессора, закупаемых в соответствии с этим, и сможем наши конструктора разработать правильно, рассчитать и разработать системы микроклимата, чтобы они надежно работали в наших транспортных средствах. Мы постоянно держим вас в курсе создания подвижного состава Skyway. Не является здесь исключением и разработка флагмана струнного транспорта Юницкого, высокоскоростного Юнибуса Ю4-362. Вспомните наши сообщения о подготовке к испытаниям, о модернизации поверхности качения на ферменной эстакаде и изготовлении испытательного мула, транспорта для решения проблем, который полностью повторяет внешний вид и все узлы Юнибуса, с той лишь разницей, что в нем обеспечен быстрый и прямой доступ ко всем элементам. Это все потому, что на нем отслеживаются программные или технические доработки, а также на каких этапах они возникают. Несмотря на то, что уже сегодня высокоскоростное транспортное средство может похвастаться особой ходовой системой, которая обеспечивает плавность передвижения и высокую скорость при малом динамическом ходе, можем сообщить, что в результате как стендовых, так и эксплуатационных испытаний исследователи уже определили узкие места Ю4-362 и в данный момент определяются пути их усовершенствования. Мы постоянно проводим работу по улучшению характеристик данного транспортного средства. По результатам испытаний МУЛа в экотехнопарке проводится улучшение характеристик подвески на данный момент, что позволит увеличить его плавность хода и скоростные качества. То есть, как я понимаю, это первый реальный результат использования и испытаний МУЛа высокоскоростного транспортного средства в экотехнопарке? Да, совершенно верно. По результатам всех проводимых там испытаний, испытательного центра, а также совместно с конструкторами, мы проводим улучшения, которые от нас требуются. Таков традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий SkyWay за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект. И тогда слова «перестройка» и «ускорение» наполнятся для вас новым смыслом. Строй SkyWay. Спасай планету.